доброе утро мои дорогие подписчики с вами снова я ромашка и мой канал училка физкультуры в эмиратах я снова зонтиком значит тема у нас будет про коронавирус и школы кстати нахожусь в парке который все еще закрыт здесь уже жарко хотя и 6 утра но вышла пораньше чтобы снять вам видео и сделать онлайн уроки для моих студентов ну вот прошла неделя как я запустила первое видео про коронавирус сделала анализ школе и сейчас буду рассказывать про изменения в данной ситуации вот осталась неделя до 1 сентября но работа у нас в школе уже кипит онлайн обычно мы так и начинаем за неделю до студентов за неделю до 1 сентября мы все уже приехали мы все уже в школе у нас проходят лекции мастер-классы подготовка проверка конспектов уроков вот и вчера я провела целую кучу времени на онлайн митингах с 9 до 3 почти без перерыва и честно уже потом оффлайн от онлайн я что чувствовала себя не очень хорошо голова раскалывалась и болела ну как говорится welcome онлайн стадий и так что же нового произошло в эмиратах рассказываю детские сады которые при школах и студенты с 1 4 класса идут школу 50 на 50 что это значит делят их на группу а и б класс 30 человек 15 человек группа а идет в школу воскресенье вторник у нас весь вся неделя начинается с воскресенья а пятница это самый крутой выходной вот группа а воскресенье вторник группа b смотрит онлайн далее группа b приходит понедельник среда группа а смотрит онлайн физкультуры не будет пока ничего не известно и скорее всего не будет физкультуры 1 4 класс дальше из интересного ограничена ручная кладь прям как самолете правило на самом деле это сделано чтобы избежать всевозможных контактов заражений деления предметом часто малыши любят школу принести игрушечки поэтому были высланы параметры вчера 1 класс до 2 килограмм 400 грамм рюкзак что я помню второй класс три килограмма 4 класс три килограмма 400 грамм дальше когда уже придут через месяц школу 5 и 12 класс там по моему самая большая ручная кладь 7 и 3 у 10 класса не знаю 11 12 указан не был так вот кстати видите там на дальнем плане работает человек косит траву даём возможность полюбоваться прекрасным парком жарко уже снова жарко вот физкультура будет только у 5 8 класса это сказали сделать картиночки онлайн powerpoint выложить их можно записать видео что я сегодня успешно и сделала и раз в четверг дети будут это просматривать но я думаю что это выбрать что никто заставлять не будет оценок скорее всего не будет поэтому захотел сделал захотел посмотрел никто настаивать не будет а что же буду делать я конечно же ни одно это видео раз в неделю то же что и в последнем терме я была с департментом математики у меня было полно работы я просматривала все уроки за 6 7 8 класс повторила математику кстати очень приятно еще и на английском языке вот я просматривала уроки смотрела ли правильно поставила дата тема урока есть ли вопросы есть ли ключевые вопросы и ссылка на них в специальную программу где они делают тест после каждого урока им засчитываются оценки и баллы и в выходные я писала целую кучу писем студентам которые пропустили один урок или не выполнили одно или два задания были такие что я несколько заданий не выполняла так вот в мои выходные где-то 200-300 писем я отправляла студентам общалась с ними так что я вам скажу без физкультуры совсем тяжко а сейчас поговорим о ситуации в Украине я контактировала с родителями с учителями и вот что известно первое физкультуры не будет или пока еще не известно второе дети идут в школу обязательно в коридорах и приходить нужно в масках а вот сидеть в классе можно без масок в эмиратах это даже не обсуждается все в масках обязательно не снимая студент обязан иметь две маски когда приходит в школу а вот насчет перчаток говорят это на ваш выбор рекомендуют просто мыть руки и пользуются антисептиком дальше что известно про Украину номер три у каждого класса будет свой выход выход и вход но мне это немножко непонятно это как пробьют двери или кто на первом этаже может через окно выходить то есть странно я бы сделала логичные по времени дала бы 10-5 минут каждому классу но для безопасности все таки неплохой вариант далее четвертое также классы делятся 50 на 50 как в эмиратах там уже наверное в зависимости от школы выбирается день когда группа А приходит когда группа Б приходит сейчас попробую показать смотрите какие птички у нас здесь есть в парке если видно сзади любуемся птичками а я делюсь с вами самой важной новостью от министерства образования если кто-то в школе заболел коронавирусом то все кто контактировал с зараженным самоизолируется на 14 дней а вот если в школе уже два случая то вся школа закрывается переходит в онлайн обучение на 14 дней и дальше уже смотрят по ситуации вот и последняя самая интересная новость с Украины мне кажется самая нелогичная это то что школа поделит студентов на классы то есть если было 30 студентов в классе теперь будет по 15 и у каждого класса будет свое свое помещение то есть это нужно в два раза больше помещений сомневаюсь что школы найдут для этого деньги и варианты и в два раза больше учителей вот пока вот такое вот извещение от учителей от учителей Украины с вами была я училка физкультуры в Эмиратах по совместительству училка математики онлайн прошу вашего коммента лайка всего вам доброго до новых встреч до новых встреч вот